Президент Беларуси Александр Лукашенко даручил в этом году побудовать новый мост помеж Житковичами и Туровым. Такую задачу керавник державы поставил сегодня по час рабочей встречи с наместником премьер-министра Михаилом Руссом. Керавник державы означил, что, на жаль, побудованные в советский час мосты имеют проблемы. Работы по выполнению даручения президента начинаются уже сейчас. Одночасово предпринимаются меры для организации постоянно, надеющей переправы, якая повинна працевать при любым надворье. Такое потребование прагучало подчас сегодняшнего вознагопосяджения областного штаба по надзвучайных ситуациях, якое пройшло у Житковицким районе. Як злучить два береги одной раки, ведая Олег Синцерову. Бежий весновый день сегодня больше подобный на день зимовый. Температура минус 14, мостный ветер и снег. А именно вот такое несприяльное надворье, не споняя работы по организации стабильной переправы про сроку Припять. Перевозка людей про Припять знову одновилась. Правда, само место переправы изменилось. Коли ранее ездили спробовали организовать непосредственно каля пошкодженого стационарного моста, то теперь сместили негде на два километра до овецки Борки. В туманчатах это некакими причинами. По-первых, зараза начинаются работы по ремонте основного моста. И переправа калягу будет створать значные проблемы для будунеков. По-другому, новое место, больше зручное, в стропке грежения поводковой ситуации. Пойма у этом месте потапливается значительно меньше. Для организации перевозки заденечили ледокол, який своим ходом пришел с Гомеля. Транспортное сообщение между Житковичей и Туровым очень важно для региона, очень важно для людей. Поэтому вчера ледоколом Байкал было пробито майно во льду. Поздно вечером спущены два катера. Ледокол будет постоянно базироваться у нас на территории. В случае необходимости он будет задействован. Первый катер перевозить людей на початку 11-й годины. Первый катер его пассажиров уже Харков вез к Кольна не на головач. Кажет, что Мальты день тому поехала у Туров у гостя до дачки и зятя, где и затремалась. Пять дней тому назад, в общем, приехала переправа, только переправа из туда. И все, смс пришла на телефон, что переправа не работает. И осталось вот по сегодняшний день. Ну, а сегодня опять пришла смс, что переправа работает. Постоянная переправа, необходимая не только мясом жахарам, якея накеровывается у гостя, и она оказывает значный уплыв и надеянность предприемствам. За рокой працуются 300 жахаров-житковичев, у тем, пока я 100 человек на Туровском молочном комбинате. Спленить вытворчить продукцию тут нельга, а тому зараз предприемству приходится нести додатковые выдавки. предприятие несет дополнительные еще затраты по доставке работников, горожан через Мозырь, что составляет порядка четырех часов поездки на работу. Ну, вместе с тем, порядка 50-60 человек организовано проживание в городе Турове, как в гостиницах, так и в местных агроусадьбах. Подчас посередине областной комиссии по надзвучайных ситуациях размова о додатковых мерах, яке дозволит забеспечить постоянную переправу. Уже завтра тут плануется обновить переправу понтонную. Правда, грузовый транспорт будет переправляться не увесь, а то гитой, что забеспечивает деятельность местных предприемств. Подчас крылохода ЕЕ часово разведут, а надо помогу катарам-вортовальнику по переводству людей при деле ледоков. После того, как поводковая ситуация стабилизуется, понтонный мост снова будет заденничанный. Одночасово начинаются работы на основном стационарном мосте. Начаты работы по разборке пролетных строений существующего моста через реку Припять. В ближайшее время, когда сойдет лед, значит, будет перекрыто русло реки в зоне существующего моста и будет обрушено потом пролетное строение для его последующей разборки. Сейчас, в настоящее время, архитектурный проект проходит экспертизу. Это будет реконструкция моста. Значит, будет заменено бетонное коробчатое строение, которое сейчас находится над руслом реки. И вместо него будет установлено металлическое пролетное строение. Олег Синтеров, Евгений Макеенко, телерадио-компания «Гомель», Житковский район.